Кыргызстан своевременно выплачивает государственный долг, общая сумма которого составляет 6 миллиардов 115 миллионов долларов. Из них внешний долг – это 4 миллиарда 545 миллионов долларов, а внутренний – 1 миллиард 570 миллионов долларов. В 2023 году на эти цели было выделено 53 миллиарда 75 миллионов сомов. В этом году будет направлено 66 миллиардов 900 миллионов сомов. Расрочная задолженность по стратегии управления государственным долгом равна нулю. Политика Кабинета Министерства будет направлена на увеличение внутреннего долга, привлечение из внутренних источников, где будут уже привлекаться средства отечественных инвесторов. К чему это приведет? Это приведет к увеличению доходов наших инвесторов. Соответственно, от этих доходов дальнейшим кумулятивным эффектом будет погашаться, то есть обеспечивается бюджет поступления от налоговых и социальных отчислений, будет увеличиваться внутренний валовый продукт государства, соответственно, будет увеличиваться доходная часть республиканского бюджета. Большую часть объема внешнего долга наша страна выплатит в последующие годы. В этой связи Кабмин работает над выходом из долгосрочной ловушки. Отныне мы будем выходить с профицитом, потому что в следующие 4-5 лет мы будем погашать самую большую сумму внешнего долга. Ежегодно будем платить более 400 миллионов долларов. Это мы должны сделать собственными силами и из собственных источников. Все внешние заимствования будут погашены к 2035 году. У государства хватит на это силы, отметил Садар Чапара во время интервью агентству Кабар. По его словам, раньше существовали опасения, что мы не сможем погасить наш внешний долг, потому что бюджет был слабым, но теперь экономика страны выросла в разы. Отныне нет оснований для беспокойства по поводу внешних заимствований. Никакой угрозы нет. Во-первых, ранее полученные кредиты не были использованы на самоокупаемые проекты. Деньги уходили словно в песок. Последние кредиты, взятые на альтернативную дорогу Север-Юг, Даткаки-Мин, ТЭЦ, были правильны. Нам эти проекты были нужны, но они нам обошлись в два раза дороже. Был очень плохой контроль и были хищения. Эти проекты можно было закончить за половину стоимости, и срок окупаемости был бы короче. Сейчас наступил срок погашения этих долгов, и мы приступили к их выплате. К 2035 году мы погасим ранее взятые доли. Некоторые наши граждане критикуют словами. Вы же говорили, что погасите долг за 2-3 года. Почему не выплатили? Мы можем собрать все наши резервы и выплатить. У нашего государства хватит на это силы. Раньше было иначе. Вы это хорошо знаете. Но при получении кредита в договоре были условия. Если вы захотите выплатить долг раньше срока, то процентная ставка будет намного выше. Нам это невыгодно. Необоснованные расходы. Поэтому мы будем оплачивать долг по графику. В этом нет никаких рисков, потому что вы видите, во сколько раз увеличился наш бюджет. Глава страны также добавила, что если Кыргызстан и возьмёт взаймы, то только на те проекты, которые оправдают себя в краткосрочной перспективе. Например, на строительство Камбаратинской ГЭС-1. Но только после предварительных расчётов. Приведу только один пример. Мы готовы взять кредит на строительство Камбаратинской ГЭС-1. Мы скоро получим средства. Если ГЭС Камбарата-1 будет достроена, она окупится через 12-13 лет. После этого она, как и Токтагульская ГЭС, будет приносить пользу государству на протяжении долгих лет. Когда Камбаратинская ГЭС-1 будет достроена, мы сможем использовать её для получения электроэнергии зимой. Тем самым мы станем энергонезависимым государством. Поскольку мы сейчас сами производим порядка в год 14 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а дефицит, как известно, 3 миллиарда, которые мы получаем из соседних стран, включая Россию, то выработка Камбаратинской ГЭС-1 5,5 миллиардов хватило бы для покрытия внутренних потребностей. Пока что, как и впрежде, мы будем использовать Токтагульскую ГЭС для производства электроэнергии зимой. Однако летом будем приостанавливать, так как если мы не сохраним воду на следующую зиму, мы останемся без электричества, отметил Садар Джапаров.